Сербия-Россия – матч, который решит все. Встреча в Белграде не только подведет итог года и Лиги Наций для сборной, но и во многом предопределит ее будущее. Сборная России рискует закончить 2020 год всего двумя победами. Если так и случится, пролететь мимо повышения в классе, в Лиге Наций и второй корзины при жеребьевке отборочного тура на чемпионат мира 2022 года. В то, что в случае ничьи с Сербией, Венгрия и Турция сыграют с устраивающим нас счетом, не верится. Две победы – это плохо. Понятно, что год оказался максимально необычным, и сборная проведет всего 8 матчей. Но только два выигрыша – это четверть от всех встреч. Совсем маленький процент. От подобного мы уже успели отвыкнуть. Но дело не только в победах, статистике и корзинах. Вокруг сборной в последнее время слишком много негатива, который постепенно накапливается. Кажется, что еще немного, и он достигнет критической массы. А дальше последует сход лавины. И от результатов тут никуда не деться. Будь они положительными, даже тот же скандал с Дзюбой выглядел и оценивался бы по-другому. Да, неприятная история. Но смотрите, футболисты все доказывают делом на поле. Способна ли неудача в Сербии стать тем триггером, который запустит цепную реакцию? Пожалуй, все же нет. Все же это последний матч в году. И потом последует долгий перерыв. Когда вернется в футбол сборных, точно предсказать сейчас не возьмется никто. В лучшем случае в конце марта. За долгие четыре зимних месяца осенние неудачи сотрутся из памяти. О них, конечно, вспомнят, когда команда соберется, но острота восприятия станет уже не той. Но в любом случае лучше не давать лишний повод себя пинать. Только победа способна снять растущее напряжение. И сборная России должна ее добиться во имя своего будущего. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!